СПОНСОР ПРОГРАММЫ СЕТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотя до новогодних праздников остается еще более полутора месяцев, в соответствии с постановлением правительства все учреждения, где планируется проведение массовых мероприятий, а именно новогодних утренников, пожарные инспекторы проверяют уже сейчас. По правилам пожарной безопасности, проходы на пути к эвакуационным выходам не должны быть загромождены. Легко открываться. Персонал образовательного учреждения должен четко знать свои действия в случае возникновения нештатной ситуации. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, организовать эвакуацию детей и гостей. Основное внимание уделяется тема эвакуации. То есть проходы, коридоры, лестничные клетки, пути эвакуации должны быть свободны, не должны быть загромлены мебельными, значит, какими-то предметами. Двери пути эвакуации должны открываться свободно, они должны быть заперты на ключ. Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС не рекомендуют использовать гирлянды и пиротехнику сомнительного производства. Также пожарные советуют не украшать елки игрушками из ваты, а при проведении утренников соблюдать меры противопожарной безопасности. В Рудневской школе все эти требования знают и соблюдают. Утренники здесь, как правило, проходят в спортивном зале. Именно здесь каждый год устанавливают красавицу елку. Потому что спортзал у нас оснащен двумя огнетушителей. В спортзале у нас есть кнопка пожарной сигнализации и ни много ни мало целых пять пожарных выходов, куда можно, если что, эвакуировать ребятишек. Сделать так, чтобы праздник прошел удачно и без происшествий – задача взрослых. На случай чрезвычайной ситуации в школе отработаны все меры пожарной безопасности. Прежде чем установить елку, организаторы праздничных мероприятий проверят исправность всех освидетельных приборов и подготовят запасные выходы на случай экстренной эвакуации. Во время проведения подобных проверок пожарные предупреждают руководителей, что на праздничных мероприятиях категорически запрещается использовать пиротехнику. В случае нарушения учреждению грозят крупные штрафы. К наличию и состоянию средств пожаротушения инспекторы тоже предъявляют особые требования. Огнетушители, установленные на объектах, должны иметь паспорта, а также быть пронумерованы белой краской. Кроме того, с мая месяца 2012 года вступили новые правила противопожарного режима, согласно которых огнетушители должны быть опломбированы контрольной пломбой роторного типа. Белой пломбой опломбируется внетушитель завода из предупреждения, желтой пломбой желтого цвета опломбируется внетушитель после проведения перезарядки. Неплановые проверки в городском округе начались 26 октября и продлятся до 19 ноября. Всего пожарные инспекторы планируют проверить 23 объекта, где будут проводиться новогодние праздничные мероприятия. На сегодняшний день уже проверена большая часть школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Как утверждают сотрудники Управления надзорной деятельности, нарушение обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. Сообщение о возгорании в специальную пожарную часть номер 4 поступило в 7 часов утра. На место происшествия выдвинулся один пожарный расчет СПЧ-4, также к месту возгорания прибыли и пожарные из воинской части. По прибытии к дому номер 15 по улице Морской складывалась следующая обстановка. Открытого горения не было, однако в квартире на первом этаже было сильное задымление. Огнеборцам пришлось открывать окна в подъезде, чтобы хоть как-то проветрить помещение. Людей эвакуировать не пришлось. Так жильцов эвакуировали или что? Как выяснилось позже, хозяина квартиры, в которой произошло возгорание, дома не было. Он еще рано утром ушел на работу. Лишь благодаря бдительности соседей и прохожих, которые заметили дым и почувствовали запах гари и вызвали пожарных, удалось избежать серьезных последствий. В связи с этим сотрудники Госпошнадзора еще раз напоминают всем гражданам. Во избежание плачевных ситуаций правильно эксплуатировать электронагревательные приборы и, уходя из дома, не забывать выключать их из сети. Ведь статистика показывает, что количество пожаров из-за нарушений правил эксплуатации электроустановок резко возрастают в этот период. На возгорании в малосемейках пожарные расчеты специальной пожарной части номер 4 выезжают с завидным постоянством. Вот и на этот раз едкий дым окутал весь седьмой этаж. Пожарным пришлось работать в условиях плохой видимости в специальных дыхательных приборах. Как оказалось, в одной из брошенных квартир загорелся мусор. Причем хламом помещение было забито по самый потолок. По всей видимости, кто-то поджег мусор, находящийся в квартире, и это сделать не составило никакого труда хулиганам. Деревянная дверь хоть и была заколочена, однако была пробита. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в течение получаса. После чего из помещения огнеборцы доставали тлеющий мусор, а брошенную квартиру еще долго проливали водой. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причины возникновения пожара. Рассматривается в первую очередь неосторожное обращение с огнем и установленными лицами. Вот так, судя по всему, злоумышленники пробрались в гараж, проломили крышу. Это им не составило никакого труда, так как она деревянная, покрытая толью. Выломали несколько железных прутьев и пробрались уже внутрь. Внутри они попытались поджечь автомобиль, ничего у них не вышло, они выкатили его на улицу. Из автомобиля была похищена часть товара, и автомобиль злоумышленники сожгли. Как выяснили следователи, работавшие на месте происшествия, крышу преступники пробили при помощи лома и кувалды. Эти улики были изъяты с места преступления и приобщены к делу. Как пояснил владелец сгоревшего авто, в гараже он не был два дня. Вернулся за очками и обнаружил, что козырек сломан, а крыша проломлена. Из гаража шел дым. Войдя вовнутрь, пожилой мужчина обнаружил, что автомобиля нет. После недолгих поисков машину Игорь Александрович нашел в 50 метрах от гаражного бокса в кустах. От нее, к сожалению, уже ничего не осталось. Мы приехали, и здесь горит. То есть они пытались и здесь подчеркнуть, и машину подчеркнуть. Но здесь соляра, видно, не хватило, мы затушили. А там, ну, с машиной, и с машиной она горит, примерно. Быстро и упорно. Кроме того, что злоумышленники сожгли автомобиль и унесли часть товара, находившегося в машине, из гаража пропали еще перфоратор и дрель. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Специи, сигареты, что там еще? Ну, вот такой обычный, знаете. Кто-то местный, да, наверное, как думаете? Да, наверное. Быстрее всего это, конечно, местный. Не один, потому что унесли много. В этот раз. В тот раз почти ничего не унесли. Все спалили, а здесь много чего защитили. Товар то есть унесли, да? Да, видно, что там разгрузили машину. Здесь видно очаги возгорания. Ну, как я думаю, тоже пытались скрыть все следы, которые уже могли оставить, чтобы запутать следствие. Сейчас что будет в дальнейшем? Ну, в дальнейшем будет квалифицироваться по нескольким статьям преступлений. Будет вестись розыск. Ну, я думаю, должны быть наказаны злоумышленники. Кстати сказать, Игорю Карасеву не повезло уже во второй раз. В мае этого года у него таким же способом сожгли микроавтобус «Леотайс». Тогда, 23 мая, сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт оперативного дежурного специальной пожарной части номер 4 от полицейских. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в районе дома 19 по улице Подгорная в поселке Дунай обнаружен сгоревший автомобиль. Как выяснили специалисты оперативно-следственной группы, которая выезжала на место происшествия, микроавтобус злоумышленники подожгли ночью, предварительно угнав его вместе с товаром из гаража. Тогда преступники проникли в гараж также, проломили крышу и открыли ворота изнутри. Что это, месть конкурентов или простое хулиганство, сейчас выяснят пожарные дознаватели и полицейские. По данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...